Глава 5. Подзаголовок 7. ООП в Ливане. 70-82 годы. Потерпев неудачу в Иордании, ООП взялась за более легкую задачу – захват Ливана. Палестинская организация проявила замечательную гибкость в выборе территорий, которые она намеревалась «освободить». Ливан казался лидером ООП, идеальным плацдармом для возобновления террористических атак против Израиля, поскольку остальные арабские государства не давали палестинцам действовать со своей территории. В Ливане же не было достаточно сильного правительства, способного помешать их планам. Кроме того, этот выбор был подкреплен некоторыми важными топографическими особенностями Ливана. Если Синайский полуостров в районе израильской границы представляет собой открытое и незащищенное пространство, а Иордания отделена от Израиля водной преградой, то Южный Ливан является естественным географическим продолжением Верхней Галилеи. Это горная местность, покрытая буйной растительностью, где можно легко укрыться от нападения и преследования. Уже в 1996 году произошли первые столкновения между Ливанской правительственной армией и боевыми отрядами ООП, пытавшимися установить свой контроль над южными районами Ливана вблизи израильской границы. Именно там был создан впоследствии «Палестинский Фатхленд». Вскоре рамки вооруженного конфликта расширились к северу в направлении Бейрута. Сирийцы поддержали боевиков ООП, рассчитывая с их помощью дестабилизировать ситуацию и свергнуть ливанское правительство. Арафат заявлял при этом, что он не намерен вмешиваться во внутренние дела той или иной арабской страны. На фоне подрывной деятельности ООП в Иордании, Ливане, а затем в Квете, эти слова звучат как циничная шутка. К 1975 году ООП фактически создала в Ливане собственное государство. Его территория простиралась от западного Бейрута до израильской границы. Отсюда террористические группы ООП постоянно совершали нападения на различные израильские объекты, большей частью сугубо гражданские. В 1974 году палестинские боевики убили 18 жителей израильского города Кирьят-Шмона. В том же году прибывшие из Ливана террористы ООП захватили школу в городке Маалот. В результате этого теракта погибло 26 израильтян, большинство которых составляли школьники. В 1974 и 1979 годах жертвами терактов были жители Нагории. В 1979 году палестинский «боец» размозжил о камень голову пятилетней израильской девочки на глазах ее от отца, а затем убил самого отца. Теракт на Приморском шоссе был осуществлен палестинскими боевиками, прибывшими морем из Ливана. 35 заложников, оказавшихся в захваченном террористами автобусе, были убиты. Кроме того, ООП использовало территорию Южного Ливана в качестве плацдарма, с которого осуществлялись постоянные обстрелы израильских населенных пунктов. Жители Верхней Галилеи были вынуждены укрываться в бомбоубежищах от «катюш» и артиллерийских снарядов ООП. До 1982 года число жителей Кириат-Шмоны и Нагории постоянно сокращалось. Промышленные предприятия, школы и пляжи приходилось постоянно закрывать из-за артиллерийских и минометных обстрелов. Весь север Израиля оказался под угрозой вымирания. Наращивание военного потенциала ООП в Ливане, как прежде в Иордании, привело к двум основным результатам – к гражданской войне внутри страны и к ответной реакции Израиля. Сначала в Ливане вспыхнула гражданская война между шиитами, христианами и организацией освобождения Палестины, стремившейся силой подчинить себе местное население. Жители Ливана могут с полным правом сказать, что они на собственном опыте знают, что такое ООПовское государство, ведь они уже пожили под его игом. Они помнят массовые расстрелы, постоянные конфискации имущества, бесчисленные изнасилования и принудительную мобилизацию 12-летних подростков в боевые отряды. Но более всего характеризовало государство ООП в Ливане разнузданная коррупция. Многие лидеры этой организации, включая Арафата, накопили огромные средства за счет грабежей и преступного бизнеса. Аналогичное явление мы наблюдаем сегодня в Газе и Ерехоне. Сторонникам создания государства ООП было бы полезно освежить в памяти некоторые детали генеральной репетиции, в кавычках, предпринятой Арафатом в 70-е годы. Немало полезного для себя материала они найдут в книге Рафаэля Исраэли о ООП в Ливане. Свыше ста тысяч человеческих жизней такова была цена, уплаченная ливанским народом за господство ООП, вызвавшее ожесточенную гражданскую войну в стране. Вторым последствием активности ООП в Ливане, как это было прежде на египетской и иорданской границах, стали ответные действия Израиля. Исходя из необходимости защитить северные поселения страны, израильское правительство направило Цахал на ливанскую территорию, где его подразделения нанесли сокрушительные удары по базам террористов, сначала в ходе локальной операции «Литани» в 78-й год, а затем в ходе крупномасштабной операции «Мир Галилея» в 82-й. Следует отметить, что операция «Мир Галилея», вызвавшая резкую критику как на международной арене, так и в самом Израиле, в конечном счете оправдала свое название. Со времени изгнания палестинских формирований из Бейрута и создание зоны безопасности на юге Ливана террористам ни разу не удавалось проникнуть на израильскую территорию. В ходе операции произошло столкновение между израильскими силами и сирийской армией, однако эта конфронтация носила локальный характер. Она была ограничена территорией Ливана и ливанским воздушным пространством. Надежды ООП на тотальную войну между Сирией и Израилем не оправдались. Единственной целью Израиля было уничтожение баз ООП, но в ходе операции стало неизбежным столкновение с сирийскими войсками, контролировавшими и контролирующими значительную часть территории Ливана. Цахал уничтожил сирийские зенитно-ракетные батареи а израильские ВВС сбили около ста самолетов противника, потеряв всего одну боевую машину. Поскольку центр террористической структуры ООП находился в ливанской столице, Цахал оказался перед необходимостью вступить в город и окружить западный Бейрут. После продолжительной осады из Бейрута были эвакуированы штабы и командные структуры ООП. Угроза всеобщего арабского выступления против Израиля, в том случае, если израильские войска вступят в ту или иную арабскую столицу, оказалась безосновательной. На помощь ООП не пришло ни одно арабское государство. Затрещав по швам на всех направлениях, стратегия ООП, казалось бы, потерпела полное поражение. Однако в действительности дело обстояло не так, поскольку кроме «приграничной войны за землю» ООП вела против Израиля еще одну войну, в которой она добилась заметного успеха. Я имею в виду кампанию международного террора, начатую ООП в конце 60-х годов и захватившую в последующие два десятилетия весь мир.